Шалом браха! В прошлый раз мы открыли для себя, что мы ничего в этом мире не можем добиться без молитвы. Даже если человек это заслуживает, и сказывается известная история про Балшемтова, что часто он вдруг брал своих учеников, и они направлялись в какие-то далекие места. И в этот раз действительно он разбудил их, и они отправились в какое-то далекое-далекое местечко, в середине леса стоял дом, который уже почти не стоял, он рушился. И там жила еврейская семья. Беднота этой семьи было тяжело писать. И Балшемтов со своими учениками, они отваливаются в этот дом, и хозяин дома, он совершенно не готов к этому, и он видит, что они остаются там, и он, видно, они останутся на шаббат. И он в панике начинает готовиться к этому, что-то как-то им... была какая-то еда, и еле-еле он там что-то где-то наскреб, и что-то приготовил, но, конечно, это было для него с сотнями извинений, и просил прощения за каждую вещь, что он им приносил. И ученики тоже, они очень удивлялись нас, почему Балшемтов как бы выбрал такое место, где видно, что это настолько тяжело для этого хозяина как-то справиться с этим гостеприимством. После шаббата они уехали. Через некоторое время, прошло больше года, Балшемтов опять, он берет своих учеников, и они отправляются внезапно в это место, и они видят это знакомое место, но оно выглядит совсем по-другому. Вместо этого развалищего хижины, стоит как замок, и хозяин встречает их, и он выглядит совершенно по-другому, все блестит, все как бы... Шикарно очень все оформлено, и обстановка дома их шокирует. И действительно они проводят шаббат там, после этого они хотели узнать, как, что здесь произошло. И Балшемтов объяснил им, что у этого человека, на самом деле, его ожидало в небесах огромнейшее богатство, но он никогда об этом не просил. И в тот момент, когда они приехали внезапно к нему, то он пошел в кухню, он сел на пол, он начал плакать, говорит, что ребенешал, как я могу сделать, выполнить митцу гостеприимства. Я хочу дать им действительно как-то почетной их еды, и все, я не могу, даже у меня нету постель, у меня ничего нет, помоги мне. И вот эта молитва, которую Балшемтов провоцировала эту молитву, он хотел, чтобы он действительно это попросил, это действительно открыло эти небеса, и опустило все это обилие, все это браха, все это благословение, которое его ждало так долгое время. В Балшемшемпинкес он приводит Репхайм Виталь, Репхайм Виталь главный ученик Аризала, которые, они были знакомы меньше года на самом деле. Вся Тора, вся Каббала Аризала, это передана она была в течение этого короткого знакомства. Репхайм Виталь пишет что-то, что с одной стороны очень тяжело понять, говорит, что в наших поколениях перед приходом Ашиаха, если до этого главная наша служба это была Тора, то в наше время это молитва. И это, практически только Репхайм Шемпинкес сможет это объяснить с такой ясностью, и так, и шмак, настолько это, может быть, вкусно, можно сказать. Он объясняет, что, конечно, ничего не изменилось. Мы говорим, каждое утро Тора, это самое главное. учение Тора – это выше всего, всех остальных заповедей. Это не значит, что учение Тора – это выше, чем митцва твилина, или цицит, или мизуза, или что такое, если ты будет на весах, то перевесит Тора. Нет. Это значит, что если мы возьмем все митцва, все заповеди, и здесь будет Тора, то Тора перевесит. И это не изменилось. Но так же, как есть времена, есть особые времена, где есть какие-то заповеди, которые получают особую важность, особую актуальность. Как, например, если прибыла Рашешана, и в Рашешана у нас есть митцва дудь в шафар. Это показывает, что это суд, это приводит огромное рахамим, милосердие в небесах. И в этот момент человек говорит, а я, нет, я буду учить Талмуд, я буду учить Тору, я буду учить какие-то книги. Это же Тор, Тора же важнее всего. То, конечно, у него не будет шафара, у него не будет Тора тоже. И об этом идет речь, что даже если действительно Тора это настолько важно, но есть какие-то времена, где у нас есть эти митцвот, эти заповеди, они становятся центральным. И так в наше время молитва, она, безусловно, настолько важна, что мы не можем ее как-то пренебрегать. И Раф Пинкерсон объясняет, что почему это так? Потому что так как мы уже настолько близки к избавлению, то все, что накопилось за вот эти тысячелетия, все, вся эта учеба в изучении Торы и вся эта миссирует нефеш, самоотверженность еврейского народа, весь этот киду шашем, освящение имя Творца, все поколения это все накопилось и накопилось, и мы уже сейчас настолько близки, что это уже как бы почти к нам машина за дверями. Но если мы не попросим об этом, если у нас не будет вот этого, мы обратимся к Творцу и мы покажем, что вот мы этого ждем, тогда это не может опуститься к нам. Поэтому практически сейчас наши авоиды мы не можем игнорировать, мы можем пренебрегать этим орудием, этой связью, этим диалогом с Творцом, потому что именно это то, что нам не хватает, чтобы уже наконец-то получить то, что нас ждет. И в этом недавно я учил в Брахот, что рабьех на Медзаке, это всем известно, он перед смертью, ученики попросили его благословения. И он сказал, что пусть ваш страх перед небесами будет соответствовать вашим страхам перед людьми. Когда они удивились, он сказал, что страх перед Ашемом, что у нас был настолько на таком уровне, как перед людьми, это все, он говорит, если это у вас будет, это уже будет хорошо. Почему? Потому что когда человек делает что-то плохое, он проверяет, не видит ли его кто-то. И если его никто не видит, вперед. А, Ашем. Имеется в виду, что с этого начинается шелхана рух, что нужно понимать, что творец везде. И когда мы делаем какие-то вещи, какие-то действия, показывая, что я это не делаю, потому что он меня смутно смотрит, это не делается какой-то чести, каких-то намерений, какие-то вещей, какой-то выгоды. Я это делаю только потому что есть творец, он меня видит, он смотрит на меня, он ожидает от меня многого. И я это делаю только для него, это то, что Рабьехан Бензак имел в виду. На самом деле, если подумать, то у нас есть эта возможность постоянно. Не обязательно идти в комнату какую-то, запираться там и делать что-то, что-то, потому что Ашем сказал. Это прекрасная вещь. Но кроме этого, каждый раз, когда мы молимся, то никто нас не может проверить, никто нас не может действительно, насколько мы там качаемся, все умеют качаться, да, и дергаться, и это ничего не значит. Но внутри и в моих мыслях, и в моей подготовке, это действительно показывает, насколько у меня вот это есть ясность и близость, и это наша проверка на то, что мы действительно понимаем и ясно видим, перед кем мы стоим. Так что, Бея Де Сашем, если мы придем к этой реализации, то в часто встречал людей, которые сказали, что они перешли в иудаизм, потому что в иудаизме есть четко тебе, как бы, Ашем открывает то, что от тебя требуется. Есть Тора, есть Шелхана Рух, есть законы, есть ясно, понятно, Ашем показывает действительно, дает инструкцию в этом мире. Когда я речу о молитве, то тут иногда человек думает, окей, молитва это что-то универсальное, да, я знаю, что во всех религиях есть какая-то молитва, медитация, это примерно все одно и то же. И это ошибка. Это то, что Абшим Шампинга сделает. Он показывает нам, что нет, это на самом деле есть целый ряд, есть мир молитвы. И поэтому это настолько важно действительно инвестировать в это, потому что это целый мир, это что-то, что действительно нас связывает с Творцом.